Морозное утро, 19 января. На термометре минус 15, а в гарнизонном храме святителя-чудотворца Николая собралось множество людей. Ведь в этот день, почти две тысячи лет назад, на Ближнем Востоке, в водах реки Иордан, произошло одно из самых важных событий для христиан всего мира – Крещение Господне. Это один из 12 главных церковных праздников года, посвященных земной жизни Спасителя. Этот праздник Крещения Господня начался в очень давние времена, когда на реке Иордан Иоанн Креститель крестил Господа нашего. Отсюда берет начало этого праздника, и каждый год верующие по традиции окунаются в воды, в источники, что дает им тоже силы, здоровье, исцеление. В воспоминании этого великого события ежегодно служится праздничная литургия, после чего священники совершают специальный водосвятный молебен, во время которого звучат прошения о даровании воде целительной силы Святого Духа для очищения от грехов и болезней и схождения на нее благодати Святой Троицы, как было и при крещении Христа. Сегодня Православная Церковь отмечает великий праздник двунадесятый, который имеет два названия – Крещение Господнее. Второе название этого праздника – Богоявление, потому что в момент, когда Господь Иисус Христос вышел из воды, произошло знамение. С неба послышался голос Бога Отца, который засвидетельствовал – это и Сын мой возлюбленный, в Которое мое благоволение, и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса. В дни крещенского сочельника и Крещения Господнего ученые утверждают, что из космоса поступает некий поток частиц, который очищает воду, он воздействует именно на воду, причем на всей планете. И, конечно, это загадка для ученых, но для нас, для верующих людей, мы понимаем, что это действия божественной благодати и силы. Святую крещенскую воду православные хранят в течение всего года, пьют понемногу для телесного и духовного ощущения. Но стремиться в этот день следует прежде всего не к тому, чтобы набрать воды, а чтобы присутствовать на богослужении, на молебне во время освящения. Благодать и целебная сила крещенской воды – это ответ на наши молитвы, на нашу веру. Люди пьют, когда болеют, душевные, телесные немощи, когда скорби, печали одолевают. Верим в целебную силу, крещенскую воду, ее принимаем по особым случаям, когда болеют, деток умываем от испуга. Помогает? Да. Главное, что мы верим внутри, поэтому помогает. Праздничный период зимних православных торжеств, именуемых в народе святками, завершается праздником Крещения Господня. В этот день все поздравляют друг друга, желая веры, Божьей благодати, любви и здоровья. Хочу поздравить всех с сегодняшним благодатным праздником. Этот праздник завершают святки, которые начались с праздника Светлого Христова Рождества. Конечно, он исполняет нас благодатной силой, вдохновляет жить, радоваться и трудиться. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, чтобы этот год был удачным, благополучным, и чтобы Господь всегда пребывал с нами своей благодатью и человеколюбим. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания Бук-ТВ.